Надеемся, что это утро для вас поистине доброе, потому что вы встречаете его в приятной компании с ведущими Екатериной Назаровиной и Милой Саламатовым. И если вы не знаете, что за программа, мы вам напомним, это наше утро на ОТВ. В эти выходные южноуральцы выбирали главу региона, а совсем недавно в Челябинской области появился юный глава города. Это ученица 9 класса, Челябинская школа номер 8, Софья Чудиновская. Сегодня Софья у нас в студии. Доброе утро. Доброе. Софья, ну мы уже тебе как к главе города обращаемся. Расскажи, пожалуйста, что это за конкурс такой и какие испытания тебе пришлось уже пройти? Конкурс называется юный глава города и его команда 2019. Он проводится уже 13 лет. Вообще первые испытания это защита своего проекта, который вы уже реализовали вместе с командой. Само представление в формате куча печи и представление инициативы на следующий год. Так, и что за проект вы реализовали? Какую инициативу ты предлагала? Челябинск. Получается, в прошлом году мы реализовывали проект Челябинск инициативный. Это мы создавали личный бренд, который рассказывал Челябинцам о том, какой у нас Челябинск хороший город через людей, мероприятия, личности, даже здания. Хорошо. Ну скажи, пожалуйста, вот первая победа уже у тебя есть в копилке в дальнейшем. Ты вообще планируешь идти на главу города? Ну сейчас я пробую себя в роли такого юного политика, посмотрю вообще, как это мне нравится, не нравится, а потом посмотрим. Но я знаю точно, что из города я уезжать не хочу, так что все возможно. Так, ты и твоя команда стали главой города. На какой срок? На год, традиционно на год. И переизбираться получается официальная инаугурация в октябре. Даже будет инаугурация. Все по-серьезной. Все по-взрослому даже. А переизбираться уже в сентябре, в следующем году. То есть можно еще переизбираться? А сколько сроков можно переизбираться? На самом деле не знаю. Видимо много. Давай узнаем, что же входит в обязанности. Организация мероприятий для школьного сообщества, организация летнего и зимнего сбора, школьного сообщества, связь с комитетом, с дворцом пионеров и, ну вот у меня, координация городского совета. Так, скажи, пожалуйста, а вот выборы как проходили? То есть это голосовали школьники? Или могли родить или присоединиться? Со всех районов или как? Получается, мы голосовали сами кандидатами, друг за другом, за себя нельзя было голосовать. Также было голосование во Вконтакте и также суммарное количество баллов по итогам всех состязаний. Мы знаем, что твоя компания, твоя команда посетила аппаратное совещание, да, собрание с главой Челябинска. Расскажи, какие впечатления у тебя? Вообще очень необычно, очень много людей, таких, как, я бы сказала, примеров, да, для меня. Это было очень официально и я бы на самом деле хотела бы туда вернуться. Но уже в другом статусе. А вот какие у тебя планы на будущее? На будущее, мне кажется, привлечение новых лиц в наше школьное сообщество, сделать, замотивировать людей, сделать их, возможно, и более активными и дать им возможность для самореализации. Вот так. Это интересно, я бы хотела, чтобы меня кто-то мотивировал. Мне кажется, у тебя все получится, потому что ты все по делу, четко, значит, так, лаконично. Без личной воды, да? Да. Мы тебя поздравляем, мы желаем, чтобы за весь твой период ты успела сделать много полезных дел и обязательно, мы надеемся, перезабралась на следующий срок. Я думала, ты скажешь, обязательно реализовать свои обещания. Все потихонечку, все понемногу. У нас в гостях в студии была Софья Чудиновская, победитель конкурса, ну, не конкурс, наверное, все-таки. В общем, победитель юной, она стала юной главой города 2019. Вот так. Продолжим тему выборов, но уже главы региона. Наши корреспонденты подготовили интересный сюжет о работе, о роботе-помощнике, которую установили на избирательном участке. Давайте посмотрим.